Нет, это не правовое государство. Не правовое держава. Это не правовое государство. Всем привет! А сегодня, как говорится, день замечательных историй. И для начала я вам предлагаю посмотреть и прочитать постановление суда по статье, одной из наших любимых, по статье 130. Вот, значит, у нас постановление Шевченковского районного суда города Запорожья. Судья Дмитрюк Оксана Викторовна рассмотрела, значит, дело по 130 в отношении лица такого-то, такого-то. Вот она пишет, что согласно вывода номер 4207, который выдал у нас, значит, врач-нарколог лицо, лицо, вот это вот водитель, действительно управляло транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Дело аж целых четыре раза назначалось. Судья здесь описывает, что у нас лицо не явилось, потом у нас лицо опять не явилось, потом, значит, сам суд не смог рассматривать дело. Ну и, значит, третий раз лицо это не явилось. И судья решил рассмотреть дело уже без участия лица, которое привлекается к административной ответственности. Вот у нас судья пишет, что поскольку у нас есть сроки и нужно, значит, все-таки принять решение справедливое по делу, то вот так вот, значит, рассматривает без участия лица. Ну и, значит, бла-бла-бла. И в итоге судья приходит к выводу о том, что в действиях лица содержатся признаки правонарушения по части 1 ст. 130, а именно управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Вина лица подтверждается протоколом, выводом врача-нарколога, а также иными материалами. Ну и вот, постановил. Признать лицо 1 виновным, назначить штраф 10-200, да, это еще по старому закону, сейчас уже получают люди по 17 тысяч, год лишения, судебный сбор, в общем, все как обычно. Казалось бы, да, обычное дело, абсолютно. Вот так вот, знаете, то, что называется, когда не видишь материалы и не разбираешься с делами, то вот иногда вот смотришь на решение, ну ничего такого, да, все вроде четко, понятно. Есть у нас протокол, есть у нас даже вывод врача-нарколога, да, с результатами положительными. Есть какие-то иные материалы. Лицо неоднократно вызывалось в суд и не является, как бы, ну, что еще может сделать судья? Судья вроде сделала все и приняла решение справедливое, наказать человека по 130-й, лишив его права управления на год и оштрафовав его на значительную сумму. Пока ничего не буду вам говорить, что будет в результате. Давайте теперь посмотрим на административные материалы, которые предоставили полицейские в суд. А материалы уже какие-то интересные. Во-первых, ну, я надеюсь, если вы захотели и обратили внимание, я просто буду вот по материалам идти и говорить. Во-первых, согласно протоколу, лицо установили по водительскому удостоверению, но об этом чуть позже. Во-вторых, в описании, как бы, того, что совершил человек, ну, стандартная формулировка, значит, ехал с признаками, был остановлен за нарушение правил дорожного движения. В итоге прошел осмотр и у него, значит, согласно выводу, он находится в состоянии опьянения. Также указано, что у нас к протоколу приложены пояснения, видео с регистратором, материалы дела согласно описи, а еще свидетельство о регистрации транспортного средства, почему-то приложено у нас к протоколу. Непонятно, должны вообще-то водительское удостоверение прикладывать, но в данном случае у нас свидетельство о регистрации транспортного средства. Давайте дальше. Дальше у нас там целых два рапорта. Одно подписано каким-то Виталием, не знаю, Бекайло или как полицейским, я так и не смог разобрать, в котором, в частности, этот полицейский пишет, что водитель был установлен согласно водительского удостоверения. Это важно. Но об этом опять-таки чуть позже. Тут еще один рапорт находится, который подписан полицейским Иваном Куницей. И здесь он тоже, интересно, так пишет, что в ходе общения было выявлено у данного водителя признаки наркотического опьянения. А уже в ходе осмотра у врача-нарколога у этого же водителя были выявлены признаки алкогольного опьянения. Ну, то есть полный абсурд. Как-то я не понимаю, на месте вы определили, что он якобы с признаками наркотического, но не определили, что он с признаками алкогольного, то есть от него не пахло алкоголем на месте, а у врача-нарколога уже, значит, запахло алкоголем, и он прошел осмотр на состояние алкогольного опьянения у врача-нарколога. На состояние наркотического опьянения он, соответственно, осмотр у нарколога не прошел. Ну, как обычно, дичь полная. Давайте дальше. Дальше был, значит, у нас такой документ, как вывод вот этого самого врача-нарколога. И там, я вот отмечал, кто заметил, указано, что личность данного водителя установлена со слов полицейского. Какого именно полицейского, тоже разобрать так и не удалось. Ну, вот врач-нарколог взял, нет, не взял на себя ответственность указывать здесь водительское удостоверение, о котором мы, опять-таки, скажем чуть позже. И по, значит, данному осмотру врач-нарколог пришел к выводу, что данный водитель пребывает в состоянии алкогольного опьянения. И следующий документ у нас, это справочка за подписью полицейского подтяку Кирилла. Это у нас инспектор отдела админпрактики, в котором он пишет, что согласно информации, которая находится в информационно-телекоммуникационной системе национальной полиции, вот у данного водителя повторности по 130-й нет. И, опять-таки, указывает дату выдачи и номер водительского удостоверения данного лица. То есть человек, который должен был проверить информацию в отношении данного водителя, в том числе информацию о его водительском удостоверении. Ну и здесь, значит, у нас один из главных полицейских, который составил протокол Бурлака Игорь Станиславович, он пишет в направлении, что в ходе осмотра было им установлено, были им установлены признаки наркотического опьянения, вот, дальше он пишет, что на драгера он не продувался, потому что были выявлены признаки наркотического опьянения, а результаты осмотра уже пишет согласно вывода врача-нарколога, а именно в отношении алкогольного опьянения. Ну, то есть я вообще вот этого не понимаю, насколько нужно быть, я извиняюсь, тупорылым для того, чтобы выявить признаки наркотического опьянения на месте, у человека, который был явно в алкогольном опьянении. Но не выявить алкогольного на месте. Что это все такое, спросите вы, да, что это за абсурд? А все очень просто. Теперь давайте, вот вы видели, да, решение суда первой инстанции, теперь давайте просто откроем решение суда апелляционной инстанции и почитаем, что же это такое. Итак, Запорожский апелляционный суд, рассмотрев, значит, апелляционную жалобу на предыдущее указанное постановление суда первой инстанции о том, что человека привлекли к ответственности, вот судья у нас в апелляционном суде устанавливает следующее обстоятельство. Он изучил материалы дела и оказалось, что водительское удостоверение, про которое я несколько раз вам упоминал, еще более чем год до данного события было временно изъято, согласно другого протокола. Это, значит, человек этот попал в ДТП и у него, значит, до решения суда изъяли водительское удостоверение, изъяли его в Полтавской области, поэтому у него не было времени забрать это водительское удостоверение и так оно там и лежит. Ну, а поскольку машина разбита, соответственно, он как бы и не ездит. У него и документов нет, ну, в общем-то, и транспорта нет, поэтому человек не озаботился о том, чтобы забрать водительское удостоверение из полиции. Но, как мы помним, в протоколе на нас было написано, что личность данного водителя установлена согласно водительского удостоверения, хотя этого по объективной причине не могло произойти, потому что само это удостоверение находится в полиции. И я не знаю, как они проверяли это по своим там этим базам, всем арморам, шмарморам. Не понимаю, как они человека установили, но не увидели, что у него изъято водительское удостоверение. Ну, вот абсурд же ж. Ну, и дальше судья все это тут рассматривает. В частности, рассматривает тот момент, что человека не уведомили надлежащим образом о времени и месте рассмотрения дела. А почему? А потому что доблестный полицейский Бурлако или Бурлако написал какой-то адрес, не существующий в протоколе. И, соответственно, когда суд первой инстанции отправлял туда повестки, то они просто не доходили, потому что такого адреса нет. Вот и все. Поэтому человек и не получал, и не мог получить никакую повестку. Кроме того, кроме того, адвокат еще смог добыть видео, которое, кстати, в суд сами полицейские не отправили. Но он смог добыть это видео, несмотря на то, что много времени прошло. Все-таки оно сохранилось где-то там в полиции. И на видео было четко видно, что человек, который находился на месте события, и лицо, которое привлекли к ответственности, это два разных человека. И судья, значит, соответственно, отменяет постановление и признает человека невиновным в данном правонарушении. И еще вот что интересно, судья указывает, что вот эти вот полицейские, согласно ответа от местной полиции патрульной, были привлечены к дисциплинарной ответственности за допущенные нарушения во время составления данного протокола. Вот как я вам говорил, когда не знаешь, что там может быть за этим самым решением, то иногда вот решение первой инстанции может выглядеть очень складно. Вроде все четко и ясно. А на самом деле вот такие вот истории происходят. То есть остановили какого-то человека вообще на автомобиле, который никакого отношения к данному водителю не имеет. Этот человек им назвался не собой, а кем-то там. И вот кого-то там, доблестные полицейские, на него составили административные материалы, понаписывали аэропорта, повносили абсолютно ложную информацию в отношении лица, ложную информацию в отношении того, что установили его по водительскому удостоверению, хотя его не было, оно в Полтаве где-то находится до сих пор. Ну и все остальное. Написали все это вранье, вот. А полиция их привлекла к дисциплинарной ответственности. Я так понимаю, как там, наверное, выговоры какие-то дали, к сожалению, у меня этой информации нет. Хотя, на самом деле, за такое нужно увольнять, ну как минимум увольнять, это вот по дисциплинарке. Еще, конечно же, нужно привлекать к уголовной ответственности, потому что это у нас служебная подделка, службовое педроблание называется. И за это службовое педроблание они должны были понести заслуженную ответственность, потому что здесь еще и, знаете, квалифицирующие признаки. Они-то делали это целой бандой. То есть, один составлял протокол, другой там писал рапорта, третий тоже там какой-то рапорт написал, потом еще один четвертый, Перетяко Кирилл, в админпрактике сидел проверял на наличие повторности у данного лица по 130-й. При этом он, наверное, должен был все-таки выявить, что водительское удостоверение было изъято еще какое-то время до того. Но нет, никому это не помешало, и вот состряпали они такую ерунду, состряпали на человека, и человеку пришлось ходить по судам и доказывать, как говорится, что он не олень. У нас, я знаю, есть знатоки, которые любят писать, а вот в Америке уже бы там мордой в пол, да, вот. Знатоки, напишите, пожалуйста, а что бы было бы в Америке вот этим вот полицейским, потому что у нас в Украине им практически ничего. я открыл, значит, сайт на ЗК и попроверял декларации по декларациям этих товарищей, и я вижу, что они до сих пор служат все, потому что никто не уволился и никто не подал декларацию после увольнения. Поэтому я так понимаю, что они просто продолжают служить за наши деньги и продолжают делать вот такие вот вещи. Я не доверяю национальной полиции и вам не советую. И так, мы живем взагалі в державі, яка і не правова, і не держава.